Знаю, что в компьютерном виде вообще другая история, по себе знаю, как только все мы перешли на клавиатуры или на бесклавиатурные схемы. Мы просто теряем навык письма верифицированного, когда мы видим, какую букву мы сейчас написали. Потому что с клавишами и с почерком это совершенно разные две истории. Так что надо повспоминать немножко и сами правила пролистать. Можно найти на портал грамота.ру, там выложены правила, найти этот справочник, он не менялся с 56-го года. Краткие правила орфографии и пунктуации. И 56-й год это недавно для языка английская орфография не менялась веков 5 уже. То есть мы молодую орфографию имеем в этом смысле. Так что посмотрите, подготовьтесь, логика такая. Кто напишет до 5 ошибок включительно, это зачет и фактически все, повезло. А дальше начинается такая схема. Если ты сделал там больше ошибок, ты на каждую ошибку выполняешь правила, как работа над ошибками. Сделал сильно много ошибок, ты переписываешь в тетрадь полностью развернуто все правила и опять на каждую ошибку выполняешь упражнения. То есть эта работа не для меня, я их проверять толком не буду, только просматриваю. А вот для вас, пока вы это не сделаете, вы из отчета не получите в принципе итог успехи. Поэтому надо обязательно прийти, лучше или хуже написать. И чем больше вы постараетесь написать сразу хорошо, тем всем нам легче. И соответственно мы начнем работать уже про орфографию и пунктуацию только вот один раз. Сегодняшнее тема. Функциональные стили литературного языка. Функциональные стили литературного языка. Стилистика наука древняя, по возрасту она соответствует триторике, поэтике, философии. Первые стилистические замечания делал Аристотель, когда объяснял, в каких видах текстов, какие нужно средства выразительности использовать, и как вообще язык реагирует на это понятие стиль. И очень долго стилистика вообще-то не сильно менялась, а просто приспосабливалась к красным языкам. Это было до 20 века включительно. То есть Аристотелева теория стилистики, она модифицируясь в разных европейских и не только европейских странах, она дожила до 20 века. В 20 веке Аристотелева стилистика была переосмыслена во многом с помощью ваших коллег, представителей точных и естественных наук, после появления статистики как серьезной научной дисциплины. Потому что современная функциональная стилистика – это язык проверенной статистики. То есть это не просто гуманитарная наука, а это весьма точная техническая внутри вещь. И поэтому там есть некоторые выводы, которые не приходили на протяжении тысяч лет умнейшим людям, связанные с тем, как правильно строить вещь в той или иной сфере. Когда говоришь о стиле, важно понимать, что стиль – понятие общегуманитарное и даже больше, чем гуманитарное. Оно бытовое, перешедшее во многие науки и искусство. Мы знаем о стиле в одежде, о стиле в архитектуре, о стиле в музыке, то есть во многих, даже о стиле мышления того или иного ученого. То есть все эти контексты энцетипедически описаны. До цифры 1, вводно, мы должны определить, когда мы говорим стиль, что мы вообще вкладываем в это слово. Итак, стиль. На годовом уровне нам вроде бы понятно, что это. Но понятие очень сложное и аморфное, хотя и важное. Так вот, первый компонент, который нам важен в понятии стиля. Стиль всегда связан с проявлением индивидуальности, оригинальности. То есть стиль должен отличаться от чего-то. И в этом смысле, когда мы говорим о стиле, мы всегда думаем о индивидуальности чего-либо. Не об индивидуальности как личности, а о своеобразии. Второй момент, который важен в любом представлении о стиле. Стиль — это всегда гармония разных признаков. Иногда очень большого количества признаков. Стиль — это гармония разных признаков. В частности, мы достаточно легко узнаем готические издания. Но когда нам нужно описать, из чего состоит готика как стиль архитектуры, то нам трудно. Мы понимаем, что мы скажем, да, это стрельчатая форма, да, это узкие, высокие огня. Но дальше у нас фактически кончается перечень. Но мы чувствуем, что мы еще не описали готику. Что там много чего-то еще внутри. И это требует специального изучения. Дальше. Третья характеристика стиля — это всегда узнаваемость. Если стиль не узнаваем, не уловим, то это что-то не совсем то. Иногда говорят так поэтично о неуловимости стиля, но имеется в виду, что ты его узнаешь, но не очень понимаешь, в чем он проявлен. Но узнавать-то его нужно, и делаем мы это достаточно легко. Иногда путаемся просто от незнания. Но если нет узнаваемости стилистической, стиль перестает работать. Дальше мы сдвигаемся. Четвертое и последнее понятие, для меня принципиальное, но научно может быть и подвергнуто некоторым сомнениям. Это понятие смысловой наполненности. Дело в том, что стиль всегда транслирует некоторые смыслы, коды. Дополнительные, кроме того, что ты видишь. Ну, например, вам может в какой-то субкультуре не нравится манера одеваться, но вы будете чувствовать, что там есть стиль, и за этим стилем стоят какие-то смыслы. Вам может не нравиться казаться некрасивым это, но в то же время вы видите, что это стили, определенные смыслы. Понятная мысль? Точно так же, как когда мы путешествуем, то приезжая в Петербург, мы чувствуем архитектурную и градостроительную стилистику этого города. Она транслирует нам смыслы. И приезжая в Венецию, мы тоже чувствуем эту трансляцию смысла в этом время. То есть мы можем ее не вполне ухватывать, и специально читать какие-нибудь художественные произведения, где нам будут разъяснять, что же транслирует нам этот город. Но то, что приехав, мы чувствуем сразу город мой или не мой, он мне понятен внутри или непонятен, он мне нравится или не нравится, и мы это улавливаем не за счет того, что нам неприятный человек в гостинице нужно встретиться, а за счет того, что нам транслирует город. И часто в путешествиях мы прощаем какие-то бытовые неурядицы, потому что нам нравятся те смыслы, которые мы получили сверху. Вот теперь переходим к собственно научным понятиям, и первый вопрос у нас это стилистика ресурсов. Стилистика ресурсов. Дело в том, что прежде чем говорить о стиле, как компоновке чего-либо в языке, нужно понять, что вообще становится стилистическим маркером, что становится определителем стиля. И в этом смысле как раз от Аристокеля идет эта логика, хотя она, конечно, сейчас не похожа на то, что говорил Аристокель, но в целом повторяет общие идеи, связанные с устройством языка. Дело в том, что в ресурсах языка есть ядерные элементы нейтральны. Это ядро, это нейтральность. И это на всех уровнях языка, на звуковом, на лексическом, на грамматическом. Что значит нейтральность? Это значит, что они используются повсюду. Они используются в любом стиле, и без них трудно себе представить полноценное высказывание, построенное на этом языке. Это все равно, что спрашивать, а слово «тетрадь» в официальном деловом стиле употребляется, или там «а слово «десять» употребляется в официальном деловом стиле?» Это очень смешные вопросы, и понятно, что человек здравый, он может над этим немножко пошутить, но он понимает, что эти слова, не будучи маркером того или иного стиля, они могут употребляться везде, как только это тебе захочется, и будет соответствовать твоим востребованиям, твоим целям. Но само по себе это ядро, оно, будучи основой всего, что мы говорим, оно само стиле не определяет и не транслирует никакого дополнительного смысла. Трансляция начинается вот с этих базовых векторов. Это вектор разговорности и вектор книжности. Обратите внимание, что эти векторы действуют уже внутри ядра. То есть уже по отношению к нейтральным языковым элементам можно говорить, что эти нейтральные, но скорее книжные, а эти нейтральные, но скорее разговорные. И когда мы говорим «десятка», то мы можем использовать это слово очень по-разному, и оно нейтральное, но в нем есть движение в сторону разговорности. Когда же мы используем какое-нибудь понятие типа «десятирублевая монета», то это тоже нейтральные слова, но они, конечно, сдвинуты в книжную сторону. Для того, чтобы это стало ясным, нужно пояснять, что такое разговорность и книжность, не как слова. Их метафора понятна. Разговорная тяготея, вкусная речи, книжная, письменная. Но важнее прояснить. Запишем с вами. Вектор разговорности предполагает установку на непринужденное, неофициальное общение. Предполагает установку на непринужденное, неофициальное общение. То есть на ту ситуацию, внутри которой ты имеешь право сказать легко и, может быть, не совсем точно, и если человек не понял, он тебя переспросит, и ты ему еще раз объяснишь. Это и есть установка на разговорность. Разговорность предполагает установку на непринужденность, неофициальность общения. Возможность уточнять, повторять. Книжность предполагает установку на ответственную, подготовленную речь, как бы построенную по внутренней логике. Вот если ты это не понял, прочти еще раз. Если ты все равно не понял, то ты открой словарик, посмотри, какие слова ты не понимаешь, и прочти еще раз, и ты пойми. То есть книжная речь по определению, она ответственная и точная. Ее даже не принято переговаривать другими словами. Ну, то есть в жизни, конечно, мы это делаем, но с точки зрения языка документов, представьте себе, что вам дали закон какой-то и говорят, вы должны подчиняться этому закону, а вы говорите, так, так, что-то я не понимаю, напишите мне другой закон. Никто вам другой закон писать не будет. С вами посадят юриста, или вы, точнее говоря, наймете себе юриста, который попытается на уровне вашего образования объяснить вам, как работает этот закон. Но закон никто переписывать не будет, потому что он построен по законам книжной речи. Все, что там сказано, сказано ответственно и точно. А если это не так, то это просто плохо написано и закон. Понятно? Напомню, что пока мы говорим с вами о литературном языке, но литературный язык не существует сам по себе, вырванный из контекста. И, конечно, есть, пусть аморфные, но границы, аморфные в значении проницаемые, проницаемые границы, где литературный язык начинает контактировать с явлениями нелитературных. Достаточно просто показать, что находится за границей в векторе разговорности, за границей литературного языка. Это диалекты, это просторечия. Сложнее обстоит дело с жаргонами, потому что жаргоны существуют как в области книжной речи, то есть они есть и вот здесь, и есть здесь. Просто жаргоны разные сами по себе, и если это профессиональная арго ученых, то понятно, что там будет большое количество книжных ресурсов по своей сути. И наоборот, если это социальная группа, там подростковая, например, то понятно, что там будет установка скорее на разговорный вектор. Точно так же нельзя твердо сказать, где будут находиться устарелые слова. Устарелые есть как среди книжных, так и среди разговорных ресурсов. То есть, когда смотришь на понету словарную устарелое, то тебе нужно еще подумать, книжное или разговорное это устаревшее слово. Обычно это в словарях специально прописывается. Вот здесь еще есть спор научный. Это научный спор о терминах и терминологии. Мы привыкли считать, что термины находятся в зоне литературного языка. И это, в общем-то, можно так считать. Но при этом, помните, у литературного языка есть признаки. Литературный язык общедоступный. Всерьез верить, что узкоспециальные научные терминологии общедоступны, это значит обмануть себя. Потому что специалистам-то не всегда понятно, если он из смежной области. А уж говорить про то, что это всем понятно, мы не можем. Поэтому многие исследователи говорят о терминологиях как явлении книжном, но находящимся, ну, по крайней мере, на границе литературного языка с чем-то еще. Вот с узкоспециальными терминологиями. Еще раз подчеркну, что это касается и синтезиса, и морфологии, и фонетики. Везде есть эти векторы разговорности и книжности. Ну, например, сегодня возможно вот такое произношение этого слова. Ну, если говорить жестче, то вот такое. Это слово «сейчас». Оно нейтральным такое произношение. Но оно нейтральное, конечно, сдвинутое в зону разговорности. Тогда как нейтральное, сдвинутое в зону книжности, это произношение с сохранением йога. Произношение «сейчас». Оно нейтральное, сдвинутое в зону книжности. Но если мы возьмем распространенное произношение «сейчас», то понятно, что мы оказались в зоне не нейтральной, а разговорной и сдвинутой в сторону просторечия. Если мы возьмем игровой вариант произносительный «чейчас», то мы понимаем, что мы уже далеко за пределами литературного языка в этой игре. Когда мы смотрим на специфику, например, религиозно-проповеднического стиля, то для православной практики принято побухленное чтение священных текстов. То есть без фонетического закона редукции написано «Великого», значит, надо читать «Великого», не превращая это в «Великого». Понятно? Конечно, это очень книжный подход, когда буква становится важнее звуков. Это книжный подход, фактически находящийся на границе литературного языка, ставящий под вопрос литературный язык или уже куда-то он пошел. Приведем еще короткие примеры, связанные с лексикой. Ну, например, у нас есть глагол. Есть, что... Это я о еде сейчас говорю. Чтобы сдвинуть это в сторону книжную, какой мы применим глагол? Нет, трапезничать. Трапезничать, да, это далеко в зону книжности с устарелым, но в религиозно-проповеднической речи и сегодня нейтрален. Глагол «питаться». «Питаться» — это явное движение в сторону книжности. А, например, глагол «перекусить» — это явное движение в зону разговора. Почему так важно понимать работу этих векторов? Вопрос ведь не в том, что вы там должны обязательно все знать, что и причастие, и причастие, как синтаксические элементы, и как марфологические компоненты, они всегда в зоне книжности. А, например, слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом — всегда в зоне разговора. И, например, прилагательные неполноты проявления признака по типу «плоховатый», «синеватый» — всегда стригнуты в зону разговора. То есть кто-то из вас это чувствует интуитивно и так. Кто-то не чувствует — это не очень хорошо. Кто-то это просто научно может знать, если получить какие ресурсы и где. Но важно другое, что на самом деле разговорные элементы, они сами по себе разрешены везде. Они могут появиться, если смотреть на реальность языка. В общем-то, везде. И важно понимать, что такое стилистика ресурса. Это ресурс есть, но когда он куда-то пришел, он за собой принес некоторые смыслы. Например, если это разговорное слово, то оно всегда тянет за собой вот этот шлейф непринужденности речи. И, соответственно, если вы в деловой речи начинаете слышать разговорные слова, у вас возникает вопрос, а с чего это вдруг речь стала неофициальной и непринужденной? Не обманывают ли нас здесь? Ведь убалтывать легче с помощью разговорной лекции. Но точности-то при этом куда-то денется, она исчезнет. Точно так же, когда книжные элементы попадают в разговорную речь, это либо знак того, что человек выпендривается, что тоже бывает, либо это знак того, что он внутренне перешел в более подготовленную официальную схему речи. Это очень часто можно наблюдать, когда люди недопоняли друг друга, и у них возникла коммуникативная неудача, они почувствовали, что другой что-то не так заговорил, не так сделал. И тогда мы инстинктивно переходим на более книжные формы речи. Потому что для нас это знак, что стоп-стоп, ну-ка давай построже к словам отнесемся. То есть что-то вроде следи за базаром, но вежливо. То есть мы так переключаемся, когда хотим подчеркнуть, что аккуратнее слова подбирайте. Не нравится мне сейчас, как вы говорите, и эта ваша непринужденность не помогает нам, она оборот мешает. Понятно? Это схема. То есть сами по себе ресурсы, они компонуются, они всегда компонуются, в этом их смысл. Но эта компоновка, она и транслирует нам базовые стилистические идеи, задает нам возможность выбирать индивидуальный собственный стиль речи. Если когда мы говорим о функциональных стилях, мы всегда говорим о делении внутри литературного языка, то когда мы говорим об индивидуальном стиле, мы говорим о манере речи, о том, насколько удачно мы скомпоновали эти ресурсы, удается ли нам передавать смыслы, к которым мы стремимся. Это все о стилистике ресурсов. Подробнее можно читать в пособии. Переходим к вопросу функциональная стилистика. И дадим, конечно, сначала определение, то есть это была стилистика ресурсов, теперь другой раздел стилистики, собственно, функциональная стилистика. Функциональная стилистика. Даем определение функционального стиля. Функциональные стили – это разновидности литературного языка. Разновидности литературного языка. Сформированные в ответ на культурные запросы общества. Сформированные в ответ на культурные запросы общества. Объединяющие разные сферы человеческого взаимодействия. По ведущей функции общения. Разные сферы человеческого взаимодействия. По ведущей функции общения. По ведущей функции общения. И характеризующиеся Спецификой отбора языковых средств. И характеризующиеся Спецификой отбора языковых средств. Начинаем комментировать определения. Первое. Разновидности литературного языка. Напомню. Литературный язык – это разновидность общенародного. Стоящий на одной линии с диалектами, жаргонами, просторечия. Литературный язык внутри делится на стиль. Внутри. Поэтому задавать вопрос, как заодносятся диалект и разговорно-бытовой стиль – неправильно. Это разные компоненты этой схемы. Второй момент. Разбираем, что такое культурный запрос общества. Понятно, что общество никуда не пишет писем. Логика другая. Чаще всего она связана с осознанием какой-либо деятельности как профессиональной. Например, наука формируется как профессиональная деятельность. Отделяется от художественной и публицистической сферы. И становится понятно, что пока ученый говорит бытовыми словами, он толком не может объяснить того, что хочет. Ученые начинают любую свою работу с того, что договариваются о понятиях. То есть фиксируют определения базовых рабочих терминов. Без этого они не могут договориться друг с другом, потому что вот та погрешность, которая есть в бытовом языке, мешает им объяснить, что именно они увидели в этом мире нового и принципиально. Представьте себе, что сила тяготения понимается в бытовом ключе. Сила тяжести в бытовом ключе. Какая сила тяжести в першке? Никакой. Но это глупость, потому что сила тяжести никуда не делась. Но с бытовой точки зрения вам будут кидать перья и говорить, смотрите, летит вверх. И получается, что с бытовой точки зрения эти простые понятия, мы же говорим легкое как перышко, а не тяжелое как перышко, значит перо не имеет тяжести, силы тяжести не действует на него. Это все бред с точки зрения науки. Но бороться с этим бредом можно только одним способом. Это четко определить, что мы называем силой тяжести. И когда это определено, когда это доведено до хотя бы теоретических выкладок, ученые могут договариваться и говорить, будем так понимать, будем так понимать, тогда следующий шаг. И они могут до чего-то договориться тогда. Без этого не получается. И деловая речь. Что важнее всего в деловой речи? Как здесь появляется культурный запрос? Очень просто. Есть какой-то человек, который умеет писать, и к нему приходят другие люди, которые, может, тоже умеют писать, но не очень доверяют тебе. И говорят, я хочу завещание написать. И вот тут ему важно, если он напишет «всё моему сыну Ивану», то может оказаться не точно. Другой читает «всё моему сыну Ивану». Это у меня, правда, не Иван, а Александр. Моему же сыну. Да, сейчас поправим. Иван, дирея, Александр. То есть, как только человек начинает писать бумажку вот такую, типа завещание, он вдруг начинает заботиться о том, чтобы никаким другим образом это понять было нельзя. Чтобы понять можно было только одним образом. И другие люди, поднаторевшие в этих бумагах, ему помогают. За счёт этого и формируется культурный запрос. У людей есть необходимость фиксировать некоторые деловые отношения, законы, долги и прочие вещи в бумагах. И здесь им очень важно всё точно прописывать, всё делать внятно. И так далее появляется этот новый деловой стиль. Понятно? То есть, культурные запросы – это именно осознание обществом специфики действия языка в какой-либо сфере, необходимости специализировать язык. Как дальше? Следующий момент поясняем. Что значит объединяет сферы общения, сферы взаимодействия? Ну, например, есть политика и есть газетный язык. Понятные две сферы. Они не одно и то же, это точно. Более того, считается, что газетчик, журналист должен быть непредвзятым, ну, по крайней мере, так, между учебниками, политически неангажированным, свободным, тратата и тратата. Вот. То есть, вроде бы разные вещи. Политик хочет власти, а газета хочет информировать. Так? Вроде бы ни одно и то. Но, когда мы смотрим на реальность действия политика и действия газетчика, журналиста, то мы видим, что они нам все время рассказывают некоторые новости, то есть, они информируют нас о чем-то и стараются сформировать наше отношение к этой новости. То есть, агитируют нас за понимание этой новости, той или иной. И, соответственно, оказывается, что по использованию языка политическая речь и речь газетная оказываются в одном стиле, в публицистическом. И каждый раз, как мы захотим кому-то что-то рассказать и отношение сформировать к этому, мы будем пользоваться основами публицистической речи. Понятная мысль? То есть, вот, ну, там более простые вещи. Образование и наука. Вот в университете мы видим, что эти вещи совпадают. Вам преподают ученые. Большинство предметов. Даже физкультуры, когда тут есть пациент. Вот. То есть, вам преподают ученые. И эти ученые, они что-то понимают в той науке. Часто они говорят вам не то, что написано в учебниках, и говорят, ну, мое исследование почитайте. Я в методичку это еще не написал. Вот это почитайте, вот это. То есть, наука и образование смыкаются. Но когда мы смотрим на школьное преподавание, там же не требуют от преподавателя, чтобы он был ученый. А что делает ученый вообще? В чем его работает? Он открывает что-то новое в этом мире. То есть, сверх задачи любого ученого сделать открытие. И объяснить еще какой-то кусок этого мира. Школьный учитель вроде бы этого не делает. Но он это разыгрывает перед учениками. Ученик этого еще не знает, а учитель знает. Ему уже рассказали, или он сам где-то прочел. И он открывает этот мир для этих детей. И в этом смысле опять оказывается, что ученый и учитель стоят недалеко друг от друга по принципу использования языка. Им надо объяснять тем, кто что-то не знает, новую информацию. Для этого нужен особый язык. Понятно? Дальше сдвигаемся. Что такое специфика отбора языковых средств? Вот здесь мы снова должны посмотреть на доски. Дело в том, что стили, почему я сказал, что их именно статистика научилась считать. Пока не было статистики как науки, стилистика стояла на одном месте очень долго. Но оказалось, что когда статистически обсчитываешь, то можно просчитать не только идеи книжности и разговорности, но и некоторые другие стороны отбора языковых средств. Ну, например, для вас может оказаться новостью, что существительные среднего рода в научной речи значительно продуктивнее, чем, например, в разговорном бытовом стиле или в публицистике. Вот вроде бы, ну с чего это? С чего это? Чем вдруг существительные среднего рода оказались более научными? Можно ли вообще так говорить, что они более научные? Это неправильно будет. Они, конечно, не научны. Но просто существительные среднего рода, среди них очень большая группа так называемых отвлеченных от глагольных существительных. То есть вместо собрать собрание, вместо исследовать исследование. И так как отвлеченность это одна из характеристик научной речи, то глаголы очень часто меняются на существительные. И это чаще всего существительные среднего рода. И поэтому количество глаголов уменьшается, количество существительных растет, а большую роль начинают играть именно существительные среднего рода. То есть это все процессы в ядре, в нейтрале. Но от того, что они так группируются, мы начинаем узнавать речь разную. Давайте я приведу вам один дурной пример, а вы должны его сейчас послушать и попытаться осознать последний момент, прежде чем мы перейдем к характеристике стиле. Я сейчас построю два предложения. Вы должны первое увидеть их внутреннюю параллельность. То есть что я сознательно строю предложения так, чтобы они были внутренне похожи. Они будут внутренне похожи. По лексике, по конструкции синтаксической, по всему. Но смыслы этих предложений у нас в голове, если мы хоть сколько-нибудь там интуитивно чувствуем русский язык, будут разные. Причем разные настолько, что первокласснику даже трудно было бы объяснить, что это одинаковые предложения. Хотя это можно доказать грамматически очень легко. Первое предложение будет такое. В моем огороде растет сосна вот уже 30 лет. Понятно? А второе предложение будет такое. На нашем континенте сосна произрастает более 10 тысяч лет. Понятно? Да. То есть вот вы видите, что структурно я дал абсолютно одинаковое все. Более того, и там, и там есть время. И там, и там идея сосны. Но вот мы с вами понимаем, что когда я говорю, в моем огороде растет сосна где-то 30 лет, или уже 30 лет, то я о чем вообще говорю? О том, что это какой-то дурной огород, который выращивает сосну. Вряд ли вам кому-то пришло в голову, что она у меня как морковь растет. Наглядно. Скорее всего, мы представляем себе одно дерево. Ну вот жалко мне вообще-то на нас любить. Или может я там в тени что-нибудь такое выращиваю, чем у солнца растет там. И так далее. То есть у нас вот мысль, что странный огородник выращивает сосну эту, гордится еще. Ну может дед его посадил. Пусть растит, бог с ним. Пока соседям не вредит, не спилит. Будет вредить, сожгут и не спит. Ладно. Но когда я говорю, на нашем континенте сосна произрастает 10 тысяч лет, я фактически ввожу идею, произрастает, вместо идеи растет, да? Но мы сразу получаем маркер этой книжной речи. И что у нас в голове должно возникнуть? Ну что это, гид сосна. Сейчас. Видите, должно в первую очередь возникнуть. Что-то придет маловато. Сколько? Потому что 10 тысяч лет на породу деревьев и континента какой-то ненастоящий срок. Надо его проверять. И вот это и есть специфика восприятия научной речи. Когда ты дали сигнал научной речи, не просто что-то меняется в аранжировке этой фразы, а появляется другой сигнал в голове. Вот пока я говорил про свою сосну, у меня нет огорода и нет сосны. Но вам было наклевать, правда это или нет, хочет и собрала бытовая речь, у каждого есть право сочинить. Мало ли, что я себе еще придумаю, что это лучше казаться, и все, например, в принципе. Но когда речь идет о вот этой произрастающей на континенте сосне, то у нас сразу должна срабатывать схема верификации, проверки того, что это так или не так. И нам хочется посмотреть и уточнить, не врет ли нам человек. Понятная там мысль? Это и есть те смыслы стилистические, которые над самой фразой. Когда мы в науке, нам хочется проверять, не врут ли мы. Понятно, да? Ну, я вас, когда мы будем на занятиях, буду честить, что я спрашиваю о физике. И вы сами увидите, что вы мне будете пытаться рассказывать, потом другие будут перебирать, говорят, нет, не так, еще через рассказывать в результате я буду выходить с мыслью, что я ничего не понял, как всегда, но мы что-нибудь запишем там, и я потом пойду домой проверять, насколько вы набрали. Потому что, ну, бывает, что человек сам не знает, что направление задает, но надо проверять. Понятные мысли. Сдвигаемся дальше. Каждый стиль характеризуется по набору признаков. Следующая мысль у нас. Каждый стиль характеризуется по набору признаков. Мы сейчас 7 признаков назовем. Их можно было бы назвать и больше значительно, но нам уже достаточно, для того, чтобы увидеть их отличие. Первый признак – это ведущая функция. то есть ответ на вопрос, зачем говорят люди с помощью этой мысли, к какой цели стремятся. Второе – это типовой адресат, то есть кому говорят. Третье – это сферы взаимодействия. То есть в каких сферах этот стиль вас требует. Четвертое – это подстиль и жанр. Пятое – это форма речи. Монолог или диалог. Письменная или устная стихия. Обычно монолог соответствует письменной речи, а диалог – устная. Шестое – вот единственный термин, уже сложнее – это экстралингвистические характеристики. Экстралингвистические характеристики. То есть по сути это и есть, вот шестой пункт – это и есть, что попросило общество. Что ему надо было от языка. То есть это не собственно еще языковые черты, а тот вопрос, то требование, которое формирует отбор языковых средств. И седьмое, соответственно, это как раз специфика отбора языковых средств. Прежде чем характеризовать дальше стили по этим параметрам, я хочу отослать вас к научным работам или к учебно-научным работам, потому что функциональность листики – это большая, серьезная наука, весьма интересная и практически полезная. И понятно, что я не смогу говорить только очень-очень очерковым таким стилем и никуда дальше не сдвинуться. Но вам нужно знать, что из последних серьезных учебников по стилистике выпущен учебник Кожиной, Дускаевой, Солимовским. Три автора. Кожина Маргарита Николаевна, Дускаева Лея Рашидовна, Кожина, Дускаева, Солимовский, Владимир Александрович. Книга так и называется «Стилистика русского языка». Есть старый советский еще учебник Маргариты Николаевны Кожиной. Им тоже можно пользоваться, но только понятно, что язык вообще сильно поменялся за последние лет 20. И в стилистическом аспекте тоже, потому что 20 лет назад ни о языке рекламы, ни о языке интернета, ни о языке церкви не писали в стилистических учебниках, но, наверное, в Рыбах на самом деле критики. Потому что в учебнике те 80-го года издание стилистика русского языка Кожина. Все. То есть там можно посмотреть, уточнить и понятно, что я, особенно когда мы будем доходить до седьмого пункта, я буду называть только некоторые черты, потому что описывать язык стиля, это не просто и требует для вас от меня и времени, и навык, и понимание языковых зрителей. Начинаем мы с того стиля, который стоит особняком. Это единственный стиль, в котором реализована именно разговорная стихия. То есть разговорно-бытовой стиль русского литературного языка. Разговорно-бытовой стиль русского литературного языка. Не путайте его, пожалуйста, с разговорной речью, то есть мы сейчас говорим только о тех применениях. О той разновидности, которая оставляет нас в пределах литературного языка, а не выкидывает нас сзади. Ведущая функция здесь это общение ради общения. Общение ради общения. Это одна из важнейших функций, связанных с тем, что человек должен постоянно получать психологическую подпитку от тех людей, которые ему чем-то ценны. В этом ключе смысл, который транслируется сверху, выглядит примерно так. Ты мне важен, надеюсь, и я тебе важен тоже. Причем эти смыслы, они важны нам. И очень ярко эту цель мы видим в телефонных разговорах двух подруг, которые два часа болтают, а потом говорят, что звонила-то. Они реально два часа будут проболтать, и потом перейти на этот вопрос, а что звонила-то. Потому что у них где-то в голове работает, что вот это было общение, ради общения, а не ради того, что была какая-то информация, деловая и прочее. И мне приходилось видеть в живую случаи, когда люди не решались в разговорном бытовом стиле перейти к деловой информации. Вот поболтают, поболтают, потом идут и думают, ну я про самое важное и ты не поговоришь. То есть вот это связано не с тем, что человек забыли, чем-то очень скромный, а с тем, что эта функция очень важна. И бывают, конечно, одиночки, мизантропы и прочее, которые всех ненавидят, и то ему тогда с кем-то поговорить охотно. Но они соберутся и против кого-нибудь чем-то не говорят. Другую волну оседляют, но друг другу... Тут интересные примеры, что даже ссорят друг к другу. Мы на самом деле говорим друг другу. Ты мне важен, надеюсь, и я фигурен. Потому что иначе очень трудно объяснить сам механизм ссоры. Ну не нравится тебе этот человек, мы не разговаривали с ним. Вообще, нет, каждый раз встретиться и снова поругаться. Слетиться и снова поругаться. типовой адресат. Человек как личность. Человек как личность. То есть он тебе в этот момент важен не как твой начальник или подчиненный, не как человек с какими-то регалиями, а просто как личности. Ты это и показываешь. Это очень хорошо видно в переключениях людей. Ну, например, вы заходите куда-то на кафедру и заведующий со своим коллегой, да, он может быть младше, разговаривает обиходно, легко, но ответ может получать очень спокойную и легкую речь. Но вы появляетесь и вполне вероятно они переключатся на более официальный стиль общения. Вполне вероятно. Потому что вот добавление вас, человека, который их ставит в официальное положение, вполне может влиять на их речь и переключать из разговорно-бытового стиля, где важна установка на личность, в отношении, где важна иерархия социальная. Сферы взаимодействия связаны со вторым пунктом это межличностное общение. Это может быть общение и на работе. Это может быть общение между полковником и прапорщиком. Ну, а это межличностное общение. То есть, вот пока работает эта установка на то, что в первую очередь личность, а все остальное пока на заднем плане. Под стиле и жанра. Ну, вот внутри разговорно-бытового стиля не принято выделять под стиль. Это не значит, что их нет. Просто дело в том, что разговорно-бытовой под стиль, он умеет комбинироваться с другими стилистическими разновидностями литературного языка. И если это бизнес-партнеры, то болтая друг с другом о делах, они создают обиходный деловой под стиль, то есть на грани деловой речи и бытовой. Если это ученые, и они обсуждают научную проблему, но там царю включая, то понятно, что у них будет переключение из разговорного в научный. И это будет какой-то вот такой обиходно-научный под стиль. Поэтому здесь под стили специально не выделяются, но понятно, что в любую сферу человеческого взаимодействия этот стиль проникает, смешиваясь с тем, которые в основе этой сферы. А вот о жанрах надо говорить. Очень важен здесь жанр беседы. К сожалению, он утрачиваемый. Беседа важный жанр. Суть беседы в том, что люди обсуждают что-то важное для группы и стараются услышать каждого. Не поспорить, не добиться, что в одно на всех было мнение, а знать, что каждый думает по этому вопросу. Причем, как правило, в такой межличностной беседе, а не в деловой. деловая беседа никуда не дерзь, она осталась, но там все высказывают мнение, а потом принимается решение. Оно уже общее для всех. А вот в бытовой беседе этого не надо. Очень важный жанр, о котором многие из нас забывают, это жанр разговорного рассказа. Разговорный рассказ. Вот этот жанр у вас у всех есть возможность отдачивать, и я рекомендую это делать, правда, не на лекциях, когда он разговаривает, но оттачивать каким образом съездили куда-то. Друзья, когда я сделал замечание, лучше перфорации, а то не буду третий, четвертый раз сделать замечание, безусловно. Вот разговорный рассказ, это вы съездили куда-то, и вы едете обратно, и уже думаете, как вы про это расскажете. Так, маме вот про это не рассказывай, а да, и вы редактируете внутренний этот рассказ, и потом готовите вот такой текст, который, если вы удачно его подготовили, вас даже будут просить, ну-ка, ну-ка, расскажи еще раз, как ты туда съездил, и вы опять это расскажете с кем-то новыми, может быть, версиями, а может быть и нет. То есть вот умение строить такие бытовые разговорные рассказы очень важно, потому что позволяет нам выполнять основную функцию общаться ради общения, и быть так называемым интересным человеком. Еще жанры важные. В центре всех жанров здесь, конечно, бытовой диалог, бытовой диалог. Это вот диалог студентов, что в столовку пойдем на предприятие, может быть, нет, не пойду, а вот на предприятие. ну, в общем, вот эти вот планы, кто хлеб сегодня купит, кто не купит, кто купит, но ты опять обещаешь, ты опять забудешь, ты хоть позвони, пойдешь. Ну вот вот эти вот все договоренности, вот эти мелкие идеологии, они чрезвычайно важны, они строят нашу жизнь. А дополнительно нужно сказать, что здесь есть и письменные жанры, это личная переписка и личный вот пока об электронных носителях я здесь совсем не говорю, потому что там пока еще язык не устоялся и там смешение всех сфер общенародного языка и понятно, что в ИСКУ вряд ли разговариваете на чистейшем литературном языке. По-разному для этого так что там еще электронные носители пока совсем не беру иначе сразу надо исследование проводить. Все, формам речи переходят. Первичные, конечно, диалог и устная речь. Диалог и устная речь. Но, как вы уже видели, монологи тоже есть. Но вот например, бытовой рассказ это монолог. Но только очень плохой рассказчик начал рассказывать и не дает себя перебить и пока не расскажет не успокоится. Это значит, что он не умеет вести правильный рассказ. Потому что правильно это довести до какой-то точки и замолчать, чтобы тебя спросили читать что ли? То есть ждать, пока тебя попросят рассказывать дальше, дальше, пока тебе кивнут, пока переспросят, уточняют. То есть обязательно давать на какое-то небольшое время возможность сказать другому. Потому что иначе этот разговорно-бытовой стиль превратится во что-то иное. и можно будет предсказать что кому-то тебе интересно слушать кто-то уже уснул давно и не слушает а кто-то думает что стади пятый раз одно и то же переходим сюда экстралингвистические свойства конечно важнейшее это непринужденность коммуникации это непринужденность она все время должна быть подчеркнута что это легкость общения как нам неприятные люди с которыми просто болтаешь а они все у тебя переспрашивают и уточняют и с третьей фразы хочется послать подальше потому что это нарушает логику непринужденности и такая позиция воспринимается как конфликт если я говорю легко свободно а ты меня про все переспрашиваешь значит ты требуешь чтобы я перешел к книжной речи а я не хочу к книжной книжная речь это работа а я по болтанию это не срабатывает и так про непринужденность сказал отсюда почти всегда эмоциональность речи безэмоциональная разговорно-бытовая стилистика это нонсенс если у человека не видно его эмоции тех или иных то это воспринимается в русской культуре как неискренность речи которая может быть внутри деловой речи научной нейтральной подчеркнуто отстраненная речь но разговорно ты наоборот все время демонстрируешь что ты говоришь о том что тебе интересно что тебе интересно что говорят другие отсюда повышенная эмоциональность еще одна важная черта это бытовая тематика вот как только отказываешься от бытовой тематики ты сразу наблюдаешь в какой-нибудь другой стиль понятная мысль заговорил о политике все бытовой стиль куда-то исчез потому что ты будешь волей-неволей начинать спорить о политике доказывать что-то то есть переключаться в публицистику убеждать других в чем понятные мысли ну хватит экстралингвистического тут нужно много еще смотрим на специфику отбора языковых средств на уровне фонетики на уровне фонетики это возможность неполного проговаривания слов фраз неполное проговаривание не предполагает что вы прогладываете все это не литературный язык но позволяет нам некоторые части слов произносить слабее какие-то фразы обозначить по схеме ну ты понял да и договорить там что-то то есть вот это фонетическая в первую очередь неполнота проговаривания когда нам и так более-менее ясно но вот пример сейчас 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 это есть неполнота проговаривания то есть человеку все понятно но ты не стараешься все звуки положенные очень четко выговорить дальше сдвигаемся на уровне лексики это конечно же слова обладающие пометой разговорные в словаре а также сюда добавляются слова уменьшить с уменьшительно ласкательными или уменьшительно уменьшительными суффиксами типа сапожище зайчишка на уровне морфологии яркой приметой становится активнейшее употребление личных местоимений личные местоимения чуть ли не половину всего пространства разговорно-бытовой речи личные местоимения частицы междонетия очень активны в разговорно-бытовом стиле области синтаксиса не слишком длинные предложения вот мне нравится когда описывают так разговорная бытовая речь значит синтаксис простой это не всегда так там простой сложный осложненный раз но вот если человек начинает говорить длинными конструкциями никак его не остановить и он продолжает это все что угодно но не разговорная речь бывают тараторки но опытные тараторки это может быть могут быть мужчины и женщины слово тараторка позволяет но эти опытные тараторки они все равно речь чинят на короткие компоненты потому что иначе их невозможно слушать хотя моя жена была подруга ей вообще слово нельзя рассказать в смысле что ты можешь говорить но она тебя не слышит она если пришла 40 на 40 минут говорить она не замолкает ни на секунду она никого не спрашивает ничего она говорит 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 любая попытка сказать да да у меня тоже был такой случай но это уже отклонение норм культуры речи поэтому мы здесь подробно не рассматриваем и так предложение не слишком близко при этом активны вопросительные восприцательные особенно вопросительные нормальная разговорно бытовая стилистика предполагает что тебе интересно что и ты его спрашиваешь сам ну вот яркие свойства разговорно бытового стиля конечно можно еще раскрывать остальные стили литературного языка признаются книжными вот разговорный это вот один все остальное книжное то есть все остальные стили это способы демонстрировать подготовленность речи начинаем с научной речи и я прошу прощения я сейчас буду ускоряться потому что у нас пять стилей впереди и так подробно как разговор мы того у меня уже говорить совсем не смогу но где-то чуть больше где-то чуть меньше ведущая функция научной речи это сообщение принципиально новой информации о мире сообщение принципиально новой информации о мире если ученые говорят что и так все знают то это уже нет здесь очень интересный типовой адресат это специалист в той же научной области ученые говорят не для всего мира а для специалистов в этой же научной области сферы взаимодействия как правило называются две это собственно наука и образователь собственная наука и образователь когда говорят о подстилях то традиционно называют три хотя на самом деле есть много разных подходов к описанию этого имения три вам хорошо известны это собственно научные учебно-научные и научно-популярные собственно научные присущ науке как таковой учебно-научные образованию и научно-популярные это смесь публицистики и науки то есть это способ завлекать других изучением научных людей но есть и другие подходы и о них тоже нужно знать ну например вот если смотреть на структуру нашего университета то видно что у нас объединены естественные науки гуманитарные науки и искусства выделены социально-политические науки и например гуманитарные науки и социально-политические разговаривают на одном подстиле на подстиле гуманитарных наук чем отличается внутренняя суть этих наук там нет открытий в том смысле в каком они есть естественные науки а вот открытие в области физики явления согласитесь достаточно редкие да а вот например в области биологии очень часто биология очень легко открывается там тысячи неохознанных матерей ред открывается только вопрос надо не надо называем все описываем здесь вопрос лицообразности открытия еще работает то есть а гуманитарные науки это науки осмысляющие мир хотя например лингвистика по языку естественную науку значительно ближе чем собственно гуманитарные в этом смысле разделяются естественные гуманитарные технические и несколько особняков стоит математические потому что они вообще ничего не говорят ну в смысле они пользуются другим языком языком математики и так конечно слова иногда бывают но когда редакторы пробуют математика отредактировать то там скандал сразу выходит потому что редактируются математические тексты не по правилам литературного языка а по правилам математики и там надо самому математику чтобы хорошо редактировать дальше жанры важнейшие жанры это научная статья научная монография монография как более крупное исследование посвященное одному вопросу а также не надо забывать что лекции семинары коллоквиумы конференции это тоже жанры научной лекции семинары поэтому каждый раз когда вы на семинаре вы на самом деле занимаетесь наукой и вы и от себя преподаватели должны это отрековать если непонятно в чем здесь наука то стоит этот вопрос прояснить потому что очень часто студенты забывают что это наука и думают что это не сидел словом форма речи конечно монолог и письменная речь монолог здесь очень показательные доклады на конференции человек конечно знает свою тему он может говорить устно и не читать ничего по бумажке или лектор он уже сто раз читал похожие лекции и спокойно читает бумаги но если человек в науке говорит что-то не записал предварительно то это либо он не исследовал и сейчас делится новостями либо он ну излишне доверчивый человек потому что он сейчас всем расскажет и другие 5 раз быстрее его это публикует то есть в науке принято сначала исследовать и публиковать а уже потом всем вокруг это расскажут ну за исключением тех случаев когда люди общаются внутри одного авторского корректива там конечно другой понятная мысль дальше экстралингвистические характеристики важнейшие здесь это объективность и отвлеченность объективность и отвлеченность сложения объективность в том смысле это правильно не потому что я так сказал а потому что это так асанно понятно то есть вот базовые качества дополнительность есть терминологическая точность подчеркнутая логичность терминологическая точность подчеркнутая логичность ярко языковые черты седьмой пункт это конечно термины конкретной науки это ярчайшая черта термины конкретной науки Если в одной научной работе смешаны терминологии семи наук, уже под большим вопросом, не пародия ли это. Потому что намешать слова абракадабру сделать очень легко, но надо проверять. Всегда это под вопросом, как только терминология смешивается. Что еще ярко? Употребление книжных ресурсов. Уменьшение количества глаголов. Один глагол на 7-10 слов. Уменьшение количества глаголов. Один глагол на 7-10 слов. Итогой речи это на 4-5 слов. Среди глаголов активизируется форма настоящего вневременного времени. Смешно звучит настоящее вневременное, но оно такое и есть, когда мы отвечаем на вопрос, когда Волк впадает в Каспийское море, мы можем ответить только всегда, или пока не случится какая-нибудь катастрофа. То есть что-то про это. Отчеркиваем времени, там нет. То есть ответим на вопрос, когда это произошло, нельзя. Дальше движемся. Переходим к деловой речи. Деловая речь, внешне частная, называется похожей на научную, но внутренне совсем так. Ведущая функция. Констатация факта. Констатация факта. И регламентация человеческой деятельности. Типовой адресат. Субъект правового поля. Физическое и юридическое лицо. Субъект правового поля. Если ты попал в правовое поле, ты стал адресатом этих документов. Сферы взаимодействия. Их много. Это законы. И вся законодательная, законотворческая деятельность. Широко называемые. Законы. Дипломатия. Дипломатия. Суды. Администрирование. Законы. Дипломатия. Суды. Администрирование. Это очень крупные сферы. И фактически каждая из них рождает собственный подстиль. Здесь так и говорится. Язык закона. Язык дипломатии. Это уже четвертый пункт. Язык документов. Язык закона. Язык дипломатии. Язык документов. Мы с вами на семинарах будем только язык документов смотреть. Чтобы изучать язык закона и дипломатии. И вам не нужно другое образование. Дальше. Форма речи. Форма речи. Конечно, это монологи письменные. Ой, простите. Я про жанр не стал. Извините, возвращайся. Дело в том, что официальный деловой стиль по жанрам. Там сотни жанров. И все они строго нормированы. Достаточно записать, что есть государственный стандарт 6.30. ГОСТ 6.30, который определяет жанры деловых документов. ГОСТ 6.30. В общем смысле выделяют жанры информационно-справочные, организационно-распорядительные. Жанры документов. Это я совсем не беру. Все законы язык дипломатии. Там стоит жанр. Организационно-справочные, организационно-распорядительные. Дальше. Вот теперь к пятому пункту. Монолог и письменная речь. Только записанная, подтвержденная, признается устойчивым документом. Экстралингвистические характеристики. Важнейшие здесь. Абсолютная однозначность. Абсолютная однозначность. Юридическая точность. Ой, простите, это не то слово. Юридическая безупречность, конечно. Абсолютная однозначность. Юридическая безупречность. И стереотипность изложения. Однозначность. Юридическая безупречность. И стереотипность изложения. То есть авторский, креативный текст. Здесь не приветствуется. Приветствуется, чтобы все было по шаблону сделано. В седьмом пункте пишем яркие черты. Юридические термины. Если в науке это терминология каждой конкретной науки, то здесь это юридические термины. На уровне маркологии еще уменьшается количество глаголов. Один глагол на 12-15 слов. Причем среди глаголов увеличивается удельная доля инфинитивов, геепричастий, причастий, то есть полуглагольных форм. Влаголов мало. Усиливается рождение. И причастий, причастий инфинитивов. Появляется новая форма настоящего времени. Настоящее предписательное. Появляется настоящее предписательное. Очень яркая синтаксическая черта. Длинные предложения. Синтаксис головой речи признается прозрачным, хотя внешне на человека такого впечатления не производит. Там много повторяющихся конструкций, однотипных. Но при этом длина предложения за 30 слов и доска, иногда это 300 слов, это для деловой речи и не новость. Там такие предложения бывают очень часто. Дальше. Следующий стиль публицистический. Ведущая функция сообщений, новостей и агитация. Сообщения, новостей и агитация. Второй пункт. Массовые адреса. Журналисты истинно мечтают, чтобы все-все люди прочли и еще три раза копировали и сохранили. То есть установка на захват адресата очень большая. Сферы взаимодействия. Политика, публичная речь. Публичная деятельность в целом. Политика, публичная деятельность. И СМИ. СМИ сейчас это очень широкая и самостоятельная сфера. И она неоднородная. Поэтому они как с опаски. Под стилем соотнесены с носителями информации. В частности, различают телеречь, радиоречь, газетную речь. О политической речи, особенно о предвыборной, тоже говорят, как об отдельном подстиле. Телеречь, радиоречь, газетная речь. Политическая речь, это тоже подстиле. Самые мощные жанры, это статья, интервью, репортаж. Это базовые жанры. Ну, конечно, здесь есть и очерки, и фигнитоны. А если говорим о современном состоянии СМИ, то мы должны вспомнить и о различных топ-шоу, и прочим, и прочим. Сегодня каналы, особенно телеканалы, пытаются все время изобретать новые жанры, и за ними не уборишься. Форма речи, монолог и письменная речь. Даже когда мы имеем дело с прямым эфиром, это все равно подготовленная речь. Разговорность нам там чаще изображается, чем подлинно присутствует. А то, что тут говорят, там постоянно... Ну да, конечно, они там болтают и прочее, но я не берусь сейчас обсуждать уровень доверия к тому, что это неподготовленная речь. Но дело в том, что публицистика все время инсценирует разговорность. Вы это сейчас сами увидите в дальнейших фильмах. Но основа все равно приснилась. То есть план программы у кем-то утвержден. Экстралингвистические свойства. Самое яркое здесь — это соотношение стандарта и экспрессии. Стандарт и экспрессии. Журналист, он всегда находится вот в этой вилке. С одной стороны, чтобы тебя читали быстро и легко, надо говорить стандартно, чтобы быстро узнаваемая была информация. Но если ты говоришь очень однодипно, как сети, а никто не будет читать, потому что это скучно. Поэтому вот он и кружит между этими понятиями. Надо, чтобы легко и сразу понималось, и в то же время, чтобы это выглядело как индивидуальная, и экспрессивная речь. Очень важный параметр здесь — это фактическая точность. Когда вы видите материал без фактов, сразу знаете, что это плохая журналистка. Просто плохая лица. Здесь остановимся. Седьмое. Здесь самая яркая черта — это смешение книжных и разговорных ресурсов. Именно для достижения одновременно подготовленной речи, но легко воспринимающейся, журналист должен уметь, умело пользоваться ресурсами, книжными и разговорными. И в любой заметке сразу можно подчеркнуть, где книжные, где разговорные ресурсы, а они смешные. Следующий стиль, для меня самый темный, я им профессионально, научно никогда не занимался, это религиозно-проповедничество. Поэтому здесь я вам говорю только в общие вещи. Если есть кто-то сильно связанный с церковью, не обижайтесь, посчитайте сами, расскажите всем на занятии, если будет время. Итак, ведущая функция здесь — это передача сакральной информации. Передача сакральной информации. То есть, видите, вообще другое. Если говорить упрощенно, то это связь с высшими силами. Типовой адресат — представитель вашей конфессии. То есть этот под стиль действует только в нот стиле. Внутри конфессии, между конфессиями работает очень плохо. Сфера взаимодействия здесь одна — это религия. Говорить о подстилях трудно, потому что современные религиозные деятели, церковные деятели, правильно я говорю, они стараются проявить себя в разных стилях литературного языка, и в публицистике, и в науке. Поэтому о подстилях здесь правильнее, пожалуй, говорить в связи тоже с конфессией. Потому что речь православного священника и речь, например, буддиста, они не похожи друг на друга, хотя общие черты стиля там сохраняются. Важнейшие жанры — проповедь, молитва, исповедь. Проповедь, молитва, исповедь. Да, для чего вы зашли? Друг формы речи. Установка на монолог и письменную речь. Здесь требует пояснения. Монолог и письменная речь. В основе... Но давайте поясняем. Конечно, священники много говорят устно. Это нормально. Более того, за пределами церковной службы они очень активны в устной речи. Почему же мы говорим о налоге письменной речи первречной? Потому что фактически во всех религиях, может быть, только в буддизме, иначе, но в буддизме религии на себя не признает, основной упор — это упор на священную книгу. Первый источник — священная книга. Поэтому письменные фрагменты в виде цитат, в виде большого цитирования в проповеди какого-то книжного участка, они определяют весь стиль. Именно поэтому о монологии и письменной речи мы говорим, хотя понятно, что и элементы диалогизма, и элементы устной речи там будут присутствовать. Важнейшие экстралитмингистические характеристики. Самая важная здесь характеристика — это праведность, понятая в конвестициональном ключе. Праведность, понятая в конвестициональном ключе. В этом смысле речи должны быть истинными, но понятие истины здесь не соответствует представлению о фактической точности в публицистике, а соответствует представлению об истине в соответствии с этим религиозным направлением. Отсюда и вот это представление о правде. Дальше. Книжная экспрессивность и образность речи. Книжная экспрессивность и образность речи. Это тоже яркая черта религиозного стиля, очень многое дается через примеры, примеры всегда по своей сути художественны, но описаны через идею праведности вот этой присущей притчи. Дальше. Установка на терминологию, на терминологическую точность в пределах конфессии. В седьмом пункте, что мы отметим с вами? Я в шестом пункте проговорил о том, что я не знаю, как диктовать, чтобы это не выглядело каким-то шаманизмом. Дело в том, что важнейшее в экстралингистических характеристиках в шестом пункте здесь, это то, что священник, когда беседует с человеком оцерковленным, он на самом деле говорит не от своего лица. А у него прямо прописано, что он транслирует позицию Всевышнего, что он вот этот посредник, нежный. Ну, то есть, вот упрощенно, простите меня за несвятость высказывания, это всегда речь на троих. Священник, оцерковленный человек, вот, всегда в этом трио. И понятно, что вот я как не оцерковленный правильный человек, как не оцерковленный, для меня это так сложно проговорить, чтобы никого не обидеть. Но не говорить об этом тоже нельзя, потому что это видно, когда с вами говорит священник, даже с мирским человеком, то это видно, что он пытается до тебя донести не собственные суждения, а то, как он тебя соединяет со своим представлением о высшей земле. И это, конечно, ну, большая условность речи. Теперь в седьмом пункте. Понятно, что религиозная терминология выходит на первые два. Религиозная терминология. То есть, если вы не понимаете, что такое троица, вам очень трудно разговаривать с христианином, особенно с православным. Если для вас это просто там праздник или место, то, ну, он будет по-другому совсем это понимать. Дальше продолжим. Использование многих слов нейтральных в религиозном переосмыслении. Использование нейтральных слов в религиозном переосмыслении. Ну, там, например, слово «любовь» для церковного православного означает совершенно не то же самое, что для реальность. И, в частности, если верить как мага православной церкви, то просто так, что любви человек на земле достигнут немножко принципиальнее. Любовь был способен только Бог. Все не то, остальные все остальные только идут к этому. Ну, и вот там, где нас нет, достигнут. Вот, понятная мысль. Что еще можно показать? Это обильное использование устаревших слов и старославинизм. Дело в том, что религиозно-проповедический стиль в русской традиции формировался на базе старославянского языка. Отсюда обилие устаревых слов и старославинизм. Синтаксис книжный. Синтаксис книжный. Но при этом он экспрессивный, он нейтральный и в целом напоминает развернутый полный синтаксис публицистической речи. Если теоретически говорить, то религиозная сфера и политическая сфера, они одну и ту же осваивают энергию, но разными способами. Последний стиль, это стиль художественной литературы. Стиль художественной литературы. Многие ученые считают, что такого стиля нет в литературном языке. И сейчас вы поймете почему. Даже религиозно-проповедический особенный, а здесь уж совсем. Ведущая функция эстетическая. Плюс надо, чтобы красиво. Основа всего. Типовой адресат. Тот, кому нравится это произведение. То есть, если вам не нравится, вы просто не его типовой адресат. Не нравится вам Достоевский, или наоборот, очень нравится Достоевский. Вот вы типовой адресат, не считайте на здоровье. Сфера взаимодействия здесь одна, это искусство. Искусство. В четвертом пункте. Каждый автор старается создать индивидуальный стиль. Каждый автор старается создать индивидуальный стиль. И когда речь идет о подстилях внутри художественной речи, то изучается стиль автора, а не какая-то группировка. Как группировку тоже можно. Традиционно, как жанры, сначала делятся роты литературы. Это эпос, поэзия, драма. Дальше есть понятные жанры. Это романы, повести, поэма. Но, если говорить о сегодняшней художественной литературе, то здесь авторы, конечно, порождают собственные жанры. Но из таких собственных жанров можно назвать то, что уже вошло в историю мировой литературы. Например, Чеховский рассказ. Чеховский рассказ — это отдельный жанр. Он во всем мире, на любом факультете филологии. Он изучается, потому что это специфический какой-то жанр. Или там новеллама пассана, чтобы было не только про наши. Это тоже новеллама пассана. Это отдельный жанр, и куда уже ничего не двигается, он узнаваемый и с ним работает. Существует таких много. В американской литературе есть такой жанр «Кольерс Тори». Есть такой автор «Кольерс Тори». Кто не читал, то читайте свои интересные короткие рассказы. Дальше. Форма речи, монолог и письменная речь. Все диалоги, все подражание устной речи — это только подражание. На самом деле диалог художественный строится по иным законам. Монолог и письменная речь. Важнейшая экстралингвистическая характеристика — все подчинено авторскому замысу. Здесь одной характеристики нам хватит. То есть как он захотел, так и написал. Не нравится, не читали. Все подчинено авторскому замысу. Не в седьмом пункте мы тоже прописываем только одну черту. Используются все ресурсы общенародного языка. Используются ресурсы общенародного языка. То есть не литературно, а всех. Если у меня герой носитель диалекта, он будет у меня частично говорить на диалекте в рассказе. Если он матершинник, то очень трудно ожидать, что я его назвал матершинником, но он у меня при этом не удивится. То есть понятно, что если автору зачем-то понадобилось, он использует все. Но от этого мы с вами будем говорить на научные и деловые речи. Это все о диктанте. Не забывайте с журналами, шагайте сюда. Спасибо.